Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео представляю обзор книги Иэна Пенмана «Изгиб дорожки. Путь домой». Книга классико-британской музыкальной журналистики Иэна Пенмана «Изгиб дорожки. Путь домой» – это сборник виртуозных эссе о ряде фигур, оказавших влияние на истории поп-музыки. Чарли Птица Паркери, Джеймси Брауни, Фрэнки Синатри, Принсе и других. Кажущийся сначала произвольным и фрагментарным выбор при Боре пристальном рассмотрении позволяет обнаружить ключевую тему сборника – рецепцию и место афроамериканской традиции в рамках западноевропейской популярной культуры. Вынесенная в заглавие строка и стихотворения Уистона Хью Одена подсказывает лейтмотив этих текстов. Поиск дома, который существует как неуловимое эхо и отзвук любимых композиций. Эссеистика Пенмана ностальгична в буквальном смысле этого слова. Бездомность, понятая через призму быта, гендера, искусства, социума, политики, истории и религии, объединяет всех героев его книги. Тем не менее, письмо Пенмана далеко от заунывных ламентаций по безвозвратно ушедшей эпохе. Британский критик без компромиссом препарирует только биографии творчества культовых музыкантов, но и механизмы западноевропейской поп-культуры как таковой. В результате перед нами одна из самых ярких книг о любви. Любви, полной противоречий и изъянов, любви к поп-музыке, возможно главному событию в истории культуры второй половины 20 века. Необычный слог этой книги. Такое ощущение, что когда он писал эту книгу, он ставил какую-то из музыки, песни, напевы и так далее тех людей, которых я выше прочитал. Это у нас и Чарли Птица, Берт Паркер, Джеймс Браун, Фрэнк Синатра, Принц, тут еще есть Элвис Пресли. И такое ощущение сложилось, что когда автор писал главу про определенного персонажа, то он ставил песню, которую он пел, или альбом какой-то этого человека. И под этот альбом, под эти напевы он писал текст. Потому что текст в разных главах имеет разный ритм. Это заметно. И самый тяжелый, самый темный и такой затягивающий в болото текст, это как раз про Чарли Птица Паркера. Не знаю, почему так. Возможно, такие песни. Я слушал некоторые в начале, которые я только начинал читать. Я когда видел упоминание какой-то песни, я доходил ее на ютубе, я ставил и слушал минуту-полторы не полностью песни. Потому что, допустим, и у Джеймса Брауна, и у Паркера эти песни достаточно длинные. Они по четыре с половиной, пять, некоторые шесть минут. И чтобы составить для себя представление о том, что это за музыканты, я ставил для себя и слушал эти песни. Оказалось, что это что-то, опять же, я плохо разбираюсь в направлениях музыки. Но для меня это либо джаз, либо блюз. То, что я услышал. И вы поправите меня в комментариях, если я ошибусь. И в какой-то момент, когда я читал эту книгу, я вспомнил, что именно таких обзоров, такого взгляда на этих музыкантов мне не доставало, когда я читал книги Харуки Мураками. Потому что он постоянно упоминает о том, что герои что-то слушают. Допустим, одна из книг Харуки Мураками начинается с того, что герой просыпается, потом он готовит яичницу, а у него, допустим, стоит тот же самый Чарли Птица Паркер. И он Мураками описывает, что там есть такой переход, начинающийся с удара по барабанам литмичного. В этот момент герой снимает яйца с плиты и ставит их на доску, на разделочную, и крошит туда сыр, пока вот эти барабаны звучат. И потом он ставит обратно эту сковородку и накрывает крышкой, дослушивает до конца песню, и яйца готовы. И я не мог представить себе, откуда Мураками берет вот эти все описания. Вот скорее всего, прежде чем он описывал какую-то песню, он, видимо, копался где-то в источниках, искал информацию о том, как эти песни воспринимались в Америке нативными слушателями. Какие они зунывные, похоронные или там веселые, ободряющие и так далее. И поэтому он подбирал, как я понимаю, Харуки Мураками подбирал под настроение героя, который, допустим, встал утром, чтобы показать это настроение через песню, которую он слышит, которую он слушает вот в данный момент. Некоторые герои, допустим, утром у Мураками слушали «Симфониету Яначика». Ее я тоже нашел, послушал. Там, конечно, простор для полета фантазии. Другие герои слушали «Сороку воровку», увертюру из оперы «Сороку воровка». Но книга, возвращаясь опять же к книге Иэна Пенмана «Изгиб дорожки. Путь домой», это, вот, скажем так, опора для людей, которые много читают, и вдруг они натыкаются на то, как я уже давно читаю Мураками, и я не мог для себя распутать вот этот клубок о том, почему он вставляет эти песни в упоминание о музыкальных композициях в свои романы, прочитав эту книгу. Возможно, я нашел ответ, хотя бы какой-то один ответ на этот вопрос, что через песни Мураками показывает состояние, внутреннее состояние, душевное состояние героев в данный момент, в момент того, как Мураками выхватил этого героя из его жизни и начинает его описывать. Такая первая, то есть две пользы, как минимум, я из этой книги получил. Я узнал о этих людях, о которых я выше уже зачитывал, не буду повторяться, и об их жизни, порой очень непростой. И второе, я связал вот эти песни с книгами Харуки Мураками. Однако, по сравнению с книгой, обзор на которую выйдет, ну где-то примерно через месяц, но уже сейчас вы можете посмотреть его на Бусти, это книга Мишеля Шиона «Звук. Слушать, слышать, наблюдать». Мишель Шиона намного более профессиональный описатель в, если мы берем серию «История звука». И если вы интересуетесь исследованиями звука как такового, то лучше вам прочитать Мишеля Шиона, чем Иена Пенмана. Но если вы интересуетесь афроамериканской культурой и блюзом, Джазан, то изгиб дорожки «Путь домой» это для вас. На этом я прощаюсь с вами, желаю вам успехов и до новых встреч!